Губы дыма с балкона одного из верхних этажей высотки и скопления пожарной техники возле комплекса БИИК многие шимкенцы приняли за реальный пожар. Задымление на верхних этажах высотного здания действительно выглядело правдоподобно. Но, к счастью, обошлось без ЧП. Здесь проводились пожарно-тактические учения. В последние годы шимкент стал расти в высоту, и для обеспечения безопасности потребовалась новая пожарная техника. В ходе этой отработки, помимо практических навыков, спасатели испытали и приобретенное оборудование. Цель учения – проведение занятий пожарно-тактических занятий и учения с личным составом на высотные здания, а также испытание пожарной техники АЛ-50, приобретенное в прошлом году с помощью местного Акимата, областного Акимата. Вот сегодня провели испытание АЛ-50 на высотные этажные здания с эвакуацией людей. Преимущество этой техники является лифт при эвакуации, который пострадавшие спускается вниз и подача воды. В учениях были задействованы 9 единиц пожарной техники, из них 3 автолестницы и 72 человека личного состава. В тактической отработке также приняли участие аварийные службы и полицейские. В случае реальной чрезвычайной ситуации они должны блокировать коммуникации и оцепить участок, охваченный огнем. Жители и обслуживающие персонал жилого комплекса, ставшие свидетелями учений, высоко оценили профессионализм спасателей. Пожарные действительно работали профессионально. Мы не раз задумывались, как можно покинуть здание в случае пожара на верхних этажах. Теперь мы знаем, что есть техника, которая поможет спастись. Во время учений пожарные нам также объяснили, как вести себя в опасной ситуации. Теперь нам стало спокойней. Сегодня на вооружении пожарных пока только одна автомашина, способная поднимать лестницу и лифт до 16 этажа на высоту 50 метров. Также имеется 6 единиц техники с подъемом до 30 метров, что соответствует высоте 8-9 этажей. Город растет, поэтому испытывать технику и совершенствовать навыки на таких высоких объектах пожарные планируют ежегодно. Продолжение следует...